hello my darling с вами симона и мы с вами продолжаем играть в кужелевку значит пытаться понять что же там от нас хотят собственно идти и на пришеленцы которые к нам прилетели и вот у нас на очереди значит пришел батюшка и вроде бы он к шуткам привычный возможно нас ждет адекватный разговор после дорохова я конечно же ни во что не верю так вопросик назрел слушайте раз вы тут пришли по случаю у меня вопрос был а в чем собственно противоречие коммунизма и религии нашу точку зрения я знаю мне теперь вашу хотелось бы узнать сушки вопрос в целом интересный но мне кажется там не в противоречии дело как будто бы так чего ждете от тарелки чего она вам вот так вот все что она вам вот так вот все и расскажет откуда ты знаешь у него вопросики может он хочет храм восстановить или что-нибудь такое не знаю а давайте спросим вот это мне интересно он ответит во первых я бы не сказал что этот антагонизм навязала церкви а вы думаете все вышло так как вышло если бы вы сами не бросились белякам идеологическую базу обеспечивать мы никому точно ничего не обеспечивали да и были к тому же разные попытки устроить с коммунистами сделку обновленчество тоже введенский а ваша же советская власть его и придушила а почему а потому что народ не принял и прижилось но я себе помимо очевидных чисто экономических причин сложные отношения между партией и церковью объясняю тем что вся ваша идея сводится к христианству без христа вот я про это же тоже самое но без пищи для духа а человек этого не примет он этот духовный голод ничем не заглушит и голод этот человека непременно рано или поздно настигнет замучает это то я в тюрьме и понял если еще и поможете вернуть мое тело к изначально задуманному виду буду очень благодарен что-то там случилось чтобы это не было как-то нелогично по воле бога я родился без этого и уйти бы хотел тоже без этого я к вашей тарелке не на поклон и не за советом пришел мне это не нужно просьба моя маленькая ответов мне никаких не нужно все ответы есть в книге и вам бы тоже не помешало ее почитать со своим телом и разберемся лабора сеть мы в италию году 83 по одному вопросу мотались ну и как-то мне так понравилось но разве что у нас такое купишь на то время а сейчас то все есть но в нашем захолустье не найдешь нигде а если найдешь так там цена такая слушайте может лучше поинтересуйтесь у них насчет да не надо думал а я сразу понял что вы так и думали на самом деле мне другое нужно что разве искать у них подтверждение не противоречит самой идее веры противоречит поэтому подтверждение у них я искать не да так он так и вы не путайте подождите подтверждений не надо мне нужна помощь по вполне человеческому вода как он пожалуйста отвернитесь вот ожоги от потерянного прошлого хочу чтобы они стерли их без следа поможете или дальше будете шутки шутить нет мы будем шутки шутить моё почтение вы бы хоть собирателям фольклора каким-нибудь снимок сделать дали я таких лагерных раритетов даже по молодости не видел хотя была у нас тут одна улетела но голый я ее не видел бог миловал у него между прочим посмотрите на левом плече даже иные ложных нарисован этот чё попробуем серьезно вы потратите свое единственное желание вот на это а а лазер это не существовало до 90 типа эти ожоги от потерянного прошлого сейчас очень легко сводятся просто мне трудно судить сложно и больно на самом деле ну бы и извините отказываться от прошлого не больно это душевная боль а не физическая понимаете не знаю не вообще вообще честно сказать мне кажется странноватой эта идея во первых а чё там религия говорит о принятии своего прошлого я не очень религиозный человек к сожалению или счастью это как бы вам судить но типа чё-то про это слыхала это не настоящий короче просто боль то он еще и католические меня крестили я крещеная но короче прикол то весь в чем в том что не отказываться типа как бы от прошлого ты же когда приходишь на исповедь да ты же не не стираешь это все из памяти там из своего прошлого а ты как-то просто смиряешься с этим и тебе типа батюшка как бы это отпускает от не значит этого не было это просто ты это то есть такой как бы более-менее современную аналогию проводить ты тип это проработал ну как-то так от татуировки это же часть как бы этого всего а почему не принять а почему например таким же людям заблудшим да которые будут приходить к тебе в церковь почему бы не показать им что ты-то такой же как они что у них есть возможность до прийти там стать на какой-то светлый путь что там у них есть как татуировка что они там сидели заслуженные заслуженные тоже другой вопрос ну вот что они приходят к тебе и ты для них уже не какой-то там недостижимый какой-то вот такой человек который там просветлился преисполнился и этой величины и вообще никогда не достичь а ты им покажешь своим примером что вот я у меня тоже тут звезда тут мне там еще учет а я вот пришел я смог а это он хочет все просто так стереть типа что я весь такой родился всегда таким прекрасным нет нет я не хочу так вы согласны со мной коллега вот коллега согласен прекрасно все ваш товарищ уже справедливо отметил что искать подпитку для веры в виде доказательств значит уже не ведь эти проект ничего чтобы люди начали поклоняться этой штуковине она может помогать людям чудесно пусть приносит им пользу а вот пророка и чудотворца из нее делать не надо это просто машина и просьба у меня к ней соответствующая и все-таки просьба к вот именно называйте это как вам угодно просьба требование на те как бы на те времена по технологиям они меня нет вы там это тук 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 они вы поймите они меня вынудили вынудили меня я не хотела его пускать к вам вам придется вот это все послушать потому что ничего не знаю тюрьма чистилище ошибка сигареты италия отправим его в италию а или они ему какой-нибудь новый итальянский собор набьют вера татуировки он хочет свести татуировки шанс успеха у нас кстати не такой уж большой боленский блин я не знаю давайте так татуировки ошибка тюрьма чтобы батюшка узнает о себе или от себя или про себя много всего нового то есть они его там обматерят ну это можно батюшка добьется того зачем пришел давайте такой выберем очищаюсь сигарет зачем сигареты батюшки вручат подарок напоминающий ему молодость я не хочу такой а италия тоже про молодость ну не давайте вот так пусть он уже получит то зачем может он нет не совсем не очень нравится это то есть по тем технологиям это такое же чудо просто взять и избавиться от краски которая у тебя под кожей просто забита тебе под кожу допустим таких качественных лазеров как сейчас не было да то есть это такое же чудо и он приходит все равно с этой просьбой к машине и говорит а это а из него пророка или чудотворца делать не надо из этой машины да что ты да что ты за юж а ты кого из него делаешь если это не чудотворец тогда зачем ты к нему пришел если то что ты просишь это не такое уж чудо найди способ сделать это не чудесным образом но верняка хоть какой-то прототип современного лазера уже существовал нет нет марганцем сводили вот пожалуйста никакое не чудо ну а что а что извините а тут видите ли нам надо чудо нам надо чтобы нам свели татуировочки но при этом без последствий без боли и без всего но чудотворца из него мы делать не будем да это так лицемерно ну как мне кажется это ужасно лицемерно может быть не будем ему домой не будем ему давать то что зачем он пришел мне не понравилось как он себя повел вообще они вон конфеты раздают какие вот что это тебе надо конфету дайте им пусть чешет вообще по добру ну ладно мы добрые мы очень добрые люди пусть муж он очень поймет а может быть критическая ситуация ну конечно же три процента совсем достаточно без искажений но это прекрасно новый рекорд зато мусорной вот только вот и везет вам это лицемера и вот это не под но наконец-то хоть кто-то поинтересуется поинтересуется чем и даже его это лицемерие но не в вере типа ладно бы он там чуть про бога затирал нет это просто даже какой-то вот чисто по-человечески странно поздравляем вас миша как вы понимаете рассчитывая на некоторую конфиденциальность батюшка распрощался и храни вас бог прошло да и вас тоже как никто насчет бога и не поинтересовался я кстати ворочался всю ночь телевизор включила там клуб путешественников крутили сицилию показывали там в кофейнях оказывается на стол банку ставит куда чаевые можно закинуть может также сделаем все добровольно кто может оставляет то не может ну все значит вон бабка это болгарская тоже сахара кусочек берет нет ну а что но если добровольно как-то твоя болгарская бабка с ничего нет уже и не сильно вяжется на это уже такое это уже такой ребенок что-то ребенок пошел нет вы знаете для 68 я теперь выгляжу очень неплохо вы просто как-то попривыкнуть надо привыкните привыкните доброго вам здоровьица агриппина петровна о ягриппина петра и это же все заново ёперный театр запарился вот эти все пубертатные штуки уж это все опять заново да и гостиницы в каких-то натаскали водку короче бы ей там не знаю еще за месяц не пропустишь это очень даже хорошо это очень даже правильно да а ученые-то приедут когда-нибудь сюда кто не так скажу дарницкого краюху лучок соль маслица по еще не рафинированного вонючего нечего на хлеб копнуть и в водке стакан и ты самый счастливый человек на свете никакая нового не нужна это ходят тут желают чего-то ну будем да я вас не дождался ребятки поздно я возьму трубку а нет не важно мне надо мне дело важно извинить простите пожалуйста может из этого университета опять звонят нифига мы прям до этого так взять трубку взять трубку михалыч стёпа рядом позови стёпу кто такой стёпа вот стёпа лейтенант белов слушаю клим ну так и думал стёпа мне подделку ценных бумаг пришить хотят я в светломайске вытащи меня стёпа тебе же взять куда ли за это хорошо сидел поезжай стёпа надо ехать как бы он не был он все-таки наш ну реально ну дурачок так хорошо сидели мы климана произвел слезы не оставим на сутки глядишь хватит да ну что ну ну ничего такого ну подумаешь а просто волосился человек не посмотрел что номера одинаковые дрейф я никуда не поплыву я не хочу мне вода еще со второй раз не нравится сон опять сон а обожаю сны местные ой а встать надо сначала стали кто-то там нарисован это что такое двигать а что это какое-то насекомое ну ладно возьмем это тоже насекомое гон на обратных сторонах ничего нету крутить можно еще одно создание навсегда покинуть а это какие-то вымершие бортовой журнал клима чтобы не сойти с ума я не сойти почему-то написано ну это же сон я буду вести вести бортовой журнал хотя пишу я признаться уже признаться плохо вот язык у меня подвешен но лиха беда начала плывем и уже долго и куда плывем и почему неизвестно отсчет веду от сегодняшнего дня потому что точно сказать сколько плывем не скажешь закончилась жрать и пить тоже закончилась пивка бы было засадить круто но разве можно пивка из консервированной сайры сделать а это все что осталось сейчас ой слушайте как тяжело русский язык читать без знаков припинания я сейчас это поняла это же ладно хрен с ним там с опечатками все равно типа знаете же есть вот эти тексты когда там прям поменят и поменят и короче когда поменяли местами прям буквы и в слове и ты все равно читаешь типа нормально там какие-то буквы поменяли на цифры и все равно что а вот без знаков припинания вообще очень тяжело сейчас напишу все что съем в первый день как нас спасут или мы сами доберемся до суши если нас кто-нибудь найдет и спасет то надеюсь что как того корабля нам предложат разносол водку капусту квашеную обильно здесь поставил запятые палитую вонючим подсолнечным маслом и стмином потом пюре подлива без строгана салат оливье салат капитанский курочка печеная с майонезом мясо по-французски а дальше по запятые опять же не надо с майонезом картофель борщ украинский пас со сметаной драники белорусские тоже со сметаной блин дроников захотел сказать я борщ не так люблю как драники я обожаю жареная жареная обожаю жареные не могу ничего с этим а если нас никто не спасет то но мы доплывем до острова то я съем кокос потому что больше там ничего не будет наверное здесь и далее описание яств и напитков желаемых климом на протяжении 670 дней день 671 все идет по плану но план пока не придумали это не мем это моя жизнь попробовали поймать рыбку на стёпину ушную серу успехом дело не увенчалась даже нет сил чего бы я хоть даже нет сил чего бы я сегодня хотел дату больше писать не буду потому что ничего кроме горя это число не внушает я теряю надежду на спасение очень хорошие новости нашел флакон одекулона шипр выдул его один стыдно перед товарищами я помню что что-то писал в мой бортовой журнальчик но почему-то вырвал страницы теперь найти их не могу стыдно что выпил один шипр шоку шипр я просто не знаю но я думал мне будет мало даже одному не то что если с другими делиться но я так давно не ел что очень сильно опьянел и ничего не помню но ребята не подали виду что что-то там такое было или я что-то не то сделал может быть и не из-за запятых в общем может не заметили я у себя в каюте сидел я начинаю привыкать к такой мысли что мы тут навсегда и компания неплохая опять же ребята все наши просто я боюсь что если я умру то меня съедят а я ни в коем случае их не обвиняю пусть это понятно все ну а пусть это понятно все но ведь когда они меня сожрут они же мной по срут а я их говном стану вот тут еще и 2 страницы есть не расходитесь ребят а вот чуть-чуть совсем вася кусок меня высрит стёпа вася кусок меня высрит стёпа кусок меня высрит михалыч кусок меня высрит и все и все будут одновременно на краю мачты сидеть и срать мной в море я прошу вас всех прощения за это но это не описала мне приходится читать заболел я плохо сил нет уже возможно слабее всех остальных себя чувствую возможно потому что шипр выпил сегодня выкурим наверное последнюю сигарету нашу все вместе потом посрём наверное журнал клима нескольких страниц не хватает это где он про еду рассказывал наверное это конечно очень интересно это что кто это мне понятно пойдемте лабиринты я не хочу лабиринты мне страшно можно без хоррор элементов так брежневская рокировка основанного исторического основного исторического мифа в значении конечно же центрального события офицерской историографии а не фольклорной выдумки советского союза еще даст знать о себе в обозримом будущем основной опасность здесь представляет риск приватизации советской исторической памяти дорвавшимся до школьных учебников истории цеховика на первый взгляд парадоксальным образом рядяясь в шелка прогресса и отчаянно ища некую легитимизацию возникших на руинах социалистической родины режимов капиталисты неизбежно переориентируют ладно переориентируют общенародный мифос с будущего на прошлое и хотя избранные даты будут отличаться от республики к республике общий характер процесса разделят все сделав шаг назад вперед капитализму и свернув всеобщее большое социалистическое строительство кто-то вплотную займется приватизации итогов трагических событий середины уходящего столетия и в то время как другие доберутся до чингисхана печенегов и крестоносцев рвался в бою металл бился с врагом солдат подвиг сопровождал мутрый отцовский взгляд множится ширь полей голос их слышишь ты нет ничего теплей ленинской теплоты ленин все видит он звезды полярной мглы мчащийся эшелон кедров таежных стол я не верю что я это читаю это диссонанс происходит не уставай рука помните каждый час совесть большевика ленин смотрит на нас вы поняли тут еще продолжение а нет нету так 7 ноября не впишется не в один из новоиспеченных государственных календарей поскольку в качестве центральной даты само по себе обязует ориентировать общественные запросы и духовные поиски в сторону прогресса в сторону будущего в то же время не давая забыть о том что родина родилась в сопротивлении тирании это очень роднит нас с америка не правда ли именно второй аспект оказался для застойных элит наиболее неудобным потому что центральный миф переехал из осени в весну воспоминания вспоминая подвиг большевиков мы смотря вперед оглядывались на минувшие дни не заплывшими глазками оставшегося на руинах рима германца но глазами засучившего рукава крохи сына готовящихся к рывку и ждущего одобрения отца приходит на ум замечательное стихотворение михаила светлого хочется без конца думать об ильяче будто рука отца вновь на твоем плече это ж какая поддержка вот какая то вот не знаю чисто как чисто психологически представляете как вот у вас такая идеология мощная что у вас как как будто бы реально действительно вот рука отца всегда на плече даже вот для сирот вот для всех вот эти я не могу себе такое представить насколько это вот мощно так укоренилась в голове на палубу меня там еще дофиг а вдруг на этом закончится сон если я так вот вот так вот так отсюда я вышел так о помню как сельский клуб привезли сталкера и я единственный посмотрел и все понял но никому об этом не сказал меня ведь за дурачка считаю ведь зона это место которое посетил бог безусловно и советский союз был местом которое посетил бог и мы таскаем хабар из советского союза и ничего лучше советского союза мы не придумали на этой территории я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться я думаю что лучше того образа жизни нет но есть у всей этой красивой утопии и попытки ее построить один недостаток у человека остается свобода воли и даже лучшие инструменты и способ жизни которые могут дать он сможет использовать во зло ничего себе клим преисполнился даже про знаки припинания местами вспомнил после торковского то и оперный театр это же вообще так это интересно далее далее идем вот в эту сторону допустим здравствуйте у вас ничего хорошо хорошо что он оставляет открытыми места куда я уже заходила блин главное чтобы никто не выскочил не хочу чтобы не выскакивали можно можно не надо о чтиво нам так лечебным зеленым источником одеколон шипр разливается по моему скухожившемуся желудку приятная тяжесть позабытая за долгие дни и ночи наших блужданий разливается по кончикам пальцев это я пью из бутылки или бутылка пьет из меня ответа на этот вопрос я не нахожу с тех самых пор как впервые угостился самогонкой дома у того самого одноклассника что взрослел раньше остальных пожалуй такое было у всех а потом угостился еще раз и еще это как в винни-пухе они посидели еще немного и еще немного я пью из бутылки или бутылка пьет из меня господи этого я боюсь слишком сильно преисполниться на самом деле так 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 подвиг группы зиганшина характерен для эпохи оттепеля поскольку был мирные молодые симпатичные ребята в международном составе татарин два украинца и русский в американских костюмах брюках дудочках до последней по последней моде того времени просто натуральные бетлы более емкий образ советских героев для начала 60-х и представить трудно впрочем бетлы появились даже после наших советских звезд остававшихся в самом центре внимания до эпохального полета гагарина песню им посвятил в том числе владимир высоцкий а по самим событиям был снят фильм 49 дней лишь недавно получивший возможность вернуться хотя бы на телеэкран в связи с отъездом режиссера габая надеюсь я правильно читаю фамилию то что я не слышала в израиль кинолента довольно быстро отправилась на полку о том почему именно таких героев сегодня забываются и где нам теперь предлагают искать старых новых читайте в следующем номере не слышал не про это не про песню высоцкого между прочим не про фильм теперь хочу посмотреть потом вам напишу где-нибудь в телеграме как дойду до этого я вам напишу ну и видимо наш путь и лежит на палубу только не пугайте меня нормально он они там сидят это ж вот наверное это их был наверно дрейф наверное они 49 дней вот эти парнишки парни мужчины видимо они 49 дней смог поделим на четыре равные части что тут думать а у тебя линейка то есть равенство замерять короче сапог надо разделить так чтобы побольше досталось тем кто еще в силах что-то делать вон она ну-ка вы кажись подзабыли что сапог то вообще-то мой персональный значит я могу рассчитывать на самый жирный кусок сапог не твой а государственный государственный сапог на всех поровну не поделить я руками работаю больше всех значит имею прав да как тебе не стыд мы все ванную луфе что совесть только на месяц хватило прошло больше месяца мы дрейфуем дней 40 а ты считал а ты чё отмалчиваешься как сапог делить предлагаешь я ой поделить поровну отдать климу совсем плохой стал ему бы и дать кусочек побольше если по уму то сильно окажется больше всего осталось у стёпы нам эти силенки поддержать а всем остальным ничего помереть боль я не подписывалась на такое в на такие сервис в лмр такого нет что это такое блин блин отдать климу отдать стёпе глупость какая еще обсуждаете так я бы точно не ответила были да нет тут никакого справедливого ответа типа это просто игра меня на что-то проверяет конкретно меня чё я отвечу ничего из этого не справишь и жрать сапог несправедливо так-то это не это не как это не заедобно резина блин она же она разве переварится в желудке даже кровь не переваривается в желудке так клим совсем плохое стал не просто же так нас вот подводили этим его журналом несчастный какой он а чем отличается а не знаю а если и заходить с такой стороны что типа вот он по этим журналам если судить он типа самый уязвимый а что если его сейчас не по не простимулировать он нас сам съест у него же есть мысли о том что мы можем его съездить он может допустить мысль что он съест нас может быть реально ну для чего ты же нам эти журналы впихивали почему не было журнала вася что не было журнал стеку нам спи в нас специально вызывали именно в этой ситуации эмпатию к климу обязательно потому что он весь такой очаровательный в своей этой безграмотности простоте и все такое еще и вроде как больше всех хочет кушать но вообще-то все хотят кушать если мы все тут 49 дней и вообще в шоке то наверное стоило бы давайте я скажу всем я бы так наверное поступила в жизни ну даже вот так вот если все это вот отхим но эмпатию к климу не просто так в нас взращивали да все это время не просто отдайте половину но не платформу нас четверо до поровну но шо делать а ты бы что выбрал но я не буду я уже выберу половину поровну ты большого уровня потом когда одному из нас ставится всем плохо да в общем мы выбираем поровну вот именно нам всем должно быть стыдно что вы вообще-то обсуждали нет нас не должно быть справедливости поделим порно находимся на грани жизни и смерти вообще не с нами чайку хватать надо было кретины пожрали да я только хотела кстати сказать хоть бараба рогатка какая была а меня не хотите что ж ты стёпа его не догнал тоже мне нашелся это же краб опять же бы как надо был бы у вас очень она куда-то в трюму летела поищи валер ты у нас самый молодой все ты голодного не разумеет надо место все место все-таки догнать на ну это отрыж господа это же вообще товарищи но это же просто а у ну вот он сейчас как раз и выскочит откуда-нибудь вы меня своим светом не заманивайте я во все комнаты загляну не надо вы подождите вы меня не путайте что тут такое за помещение странная ладно хрен с вами схожу телепорт нем апофеоз войны так и что худой о десли опять скажу что пуль нет а в камош я буду тут тут и не в кого зачем мне пулемет по черепушкам стрелять а мы бежать можем а поэтому не очень хочется чтобы валерий михайлович сделал бум я а это минное поле а подожди а тогда она может помочь пулемет можно же пострелять по земле и понять где не заминировано вообще от такого давления может мой может задетонировать нет дело было вовсе не в этом уходим пожалуй спасибо до свидания валерий михайлович не надо делать бум пожалуйста что-то я не горю желанием подорваться на меня поздно а поздняк метаться у ее здравствуйте но когда уже чёрт бы я побрал кого тут рыба не пробегала вам не кажется что снаряду лучше отойти да и мне кажется уже вообще по барабан дай про рыбу пожрать жаль хотите зажать нашу рыбу но вы тоже голодные конечно кажется вы мне не кажется давайте вот просто нашелся умник это штука наш последний шанс свалить отсюда да что ж такое то у них и заряд есть и я вместе с вами подрываться не собираюсь в убийца об нее хотите сам понял али подсказал кто лучше помог как-нибудь совсем не терпится да как я вам помогут а пойду-ка я я пойду пробегала тут одна если уж по честному но раз уж ты не хочешь нам помогать то самый не таким интересны хотите подорваться ладно сейчас мы вам это оформить подождите меня вот это интересует чувак у нее написано 7b 7 в 5b 5 биткоинов что это что это означает может у них там на их планете давно биткоины а чё сразу подрывает я не хочу подрывать столу а это что такое давайте красный поэт и как это называется и чё типа не срабатывало получается на а я убила все извините какое разочарование а я если честно никогда и не верил в наш успех а я вообще никому никогда не верю у ю 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 это чё аномалии сталкера валерка что ты перед собой видишь Ядерный гриб. Земноводная. Хиросиму? Да говно. Ну, я, знаете, уже на 40-й минуте вот уже к этому ответу склоняюсь. Я вижу очищение мира средствами всемирной Хиросимы. Ужасный конец. Лучше ужаса без конца. В книжках первая земноводная представлялась примерно так. Разве что без крыльев? Ты и есть недостающее звено. Я все равно склоняюсь к говну. Давайте вот это выберем. Тебе так хочется пообщаться с предками. А приходит кто угодно, кроме отца. Я вот сегодня тоже твой предок, но совсем дальний. Обидел я его чем-то. Обидел, наверное. Ну все, прекращай. А то я сейчас расплачусь. Момент и так трагичный. Так что ты все-таки видишь? Не, не во мне. За мной. Ядерный грипп. А это означает, что мне жопа. Потому что, типа, знаете же этот прикол, что если ты видишь ядерный грипп, то это значит, что, ну, тебе однозначно жопа. Потому что даже для людей, которые... Он же высокий. Ну, его издалека прям видно. Вот. Но даже для людей, которые его не видят, это губительно. Вот это вот то, что происходит. А если ты его видишь, ну, это... Как бы, да. Ну, давайте, шут поумнее... Конечно, в моем характере вот это, но... Резьбу человечество сорвало, Валер. А теперь уж окончательно. Угу. Да, такая вот всемирная шоковая терапия. Пройден последний барьер, сдерживающий ваш вид от самоуничтожения. Теперь вы знаете, что есть и другие. Со своими страстями, со своими ошибками. В общем, ребята, поумнее вас. Но тоже не боги. А это окончательно развязывает вам руки. Вас больше не будет сдерживать страх, поставить под вопрос само существование Вселенной. Разве существует что-то, зачем некому наблюдать? Ага, как же. Попробуй, докажи. А теперь при любых раскладах. Кто-то где-то да будет. Развязаны руки, мы никто, не заговариваем, не зубы. Не-не-не-не. Земля маленький шарик, Вселенная даже не... Вот, вот это да. Уберена с развязанной руки. Да вот, я бы вот это ответила. Вселенная ничего не замечает. Она просто есть. Наблюдать явления и раздавать им смысл, и это дело разумных существ. Не будет таких существ, не будет и самой Вселенной. Понимаешь, нельзя быть уверена в существовании предмета, за которым некому наблюдать. Солнце может остаться, но оно будет остывать в одиночестве. Земля превратится в безжизненный булыжник, подобный миллиардам безымянных астероидов, на которые никто и никогда даже не взглянет. Но теперь вас не будет пугать эта перспектива. Мимо вашего булыжника уже пролетали. Теперь он реальный. Теперь он есть. Значит, разбомбить его ко всем чертям не страшно. Жизнь продолжится своим чередом. Продолжится сама реальность. То, что землей она теперь не ограничивается. Так, ты знал, заставляя себя вставать морозным утром и совершая нечеловеческое усилие, чтобы добраться до сортира во дворе, что точно такой же путь с утра проделывает еще много миллионов советских граждан. И реальность момента не позволяла тебе остаться лежать на печи. А если бы ты был один? Для чего бы все это было, если бы не миллионы других? Пара сотен тысяч лет разума и осознание реальности просто вспышка, аномалия. Это смешно даже. Что мне теперь делать? Тут у меня вопрос был все это время в голове, весь этот монолог. Что мне теперь делать? Не вставать по утрам? Так. Верни меня в воду и предупреди всех, чтобы не давали мне из нее выйти. я могу тебе доверять? Да. Типа все сна... Мы сожрем тебя скорее всего. Чего греха отойти? Да зачем? Ну какой смысл? Уже все. Если так близко грипп, то ты не успеешь уже даже поесть. Мне кажется, там просто организм по швам пойдет буквально, не знаю, ну в считанные минуты. Ну, я не знаю, ну десятки минут, может быть. Мне кажется, даже часа ты не проживешь. Ну что-то как-то... Ну мы же пытаемся из какой-то логики исходить. Нас же как бы вот куда-то направляют, да? Можешь нам, да, доверять. Иди в воду. Найди воду. Иди в воду. Пожалуй. пора возвращаться. Хорошо. Ты в воду-то пойдешь? Сортир? А. Ты со мной? Ты в воду должен был пойти. Алло. Ты, говорит, можешь мне доверять? Да я тебе могу вообще доверять? А. Давай я тебя в другую сторону отнесу. Вод... А, мне по-любому на палубу надо, чтобы его в воду-то... А, там ночь уже наступила. Я не буду к ним подходить, я сразу тебя в воду кину. Можно? Смотри-ка, последнюю сигарету скурили без тебя. Вот я им и тебя не отдам таким годом. Давай, прыгай в воду, то прыгай, давай, я не ясно к ним дойду, они тебя сажу в 3-й отвечу. Там меня даже никто не спросит. Давай, прыгай, какашка. Ну что это такое? Нет, нет, мужики, нет, я к вам не пойду. Пойдем, брыгай, Да как его, блин? Что надо к ним отнести? Он же меня просил. Михалыч, принес. Так, сожрем. Давай сюда. Нет. Не дам. Мы не будем его есть. Не будем. Не будем. Сама сошел. Мы планету спасаем. Я должен вернуть его в воду, чтобы он никогда из нее не вышел. Мы тебя сейчас сами в воду вернем. А ну, давай сюда. Я сошел сюда. Это ничего. Будете держаться друг друга, совсем справитесь. Только глотки друг друга не перегрызите. Вот. А вы бы его сожрали. А если он так у вас в желудке сделал? Каких других друзей? Нет, больше такого. Так бывает. Попейте, водичь. Корабль. Я же не один его вижу. Летит что-то. Вон. Эй, это американцы. Где? Где? Где-то может кто-то вообще с Нибиру. Здравствуйте. 2803 год. Почему американцы? Там как будто немецкий флаг. не пойду. Да там немецкий флаг какой-то был. Что за глупость? Ай, российский вообще, что это? вылетаете. с американцами не полечу. Не полечу я с вами, слышите? То есть ты хотел сожрать земноводное, которое я спасал для будущих поколений, а теперь с американцами не поплывешь. Проваливайте мне тут и нашел. Никому не дай. Я тебя прошу, другого спасения не будет. Пойдем. Ничего не бойся, Малера! Прыгнуть в Ленина, подняться на вертолет, прыгать в Ленина. Ну это просто, это же кек, это же кек, это же прикольнее, чем какой-то там вертолет. Зайдем он. Офигеть! Это значит, что мы выбрали коммунизм. Гость со всего света. Я не выбирала коммунизм, если что. Просто это кек, прыгнуть в рот Ленину. Ну это кек. Я себя кажется не очень хорошо в последнее время вел. Пьянка попутала. Но я себя буду теперь вести очень хорошо. Это подарок мой тебе будет. Спасибо. Да это нам всем подарок будет. А за что что случилось? А тебе, Михалыч, желаю, чтобы здоровье только крепло. Чтоб ну вообще. У меня день рождения. Главное число какое красивое. 66. Вот вам подарочек большой от нашего НИИ здоровья кавказского, долголетия сибирского, значит, благополучие, конечно же. Но это не все. Я тут попытался немножко нашу работу систематизировать. Вон, очередь составил. Так, по плану. Больше всего с болячками. Простатит, алкоголизм. Алкоголизма очень много. Так, с Америки актер какой-то из ресторана Факс прислали. Тоже американского. Я так и не понял, в чем там суть. Татары телеграмму отправили без перевода. Они что, теперь тоже отдельно? Из Египта пишут, мол, у них был аналогичный случай. Буря какая-то их беспокоит. Да, иностранцев много очень сегодня. Ну, я больных в начало очереди поставил, а потом можно... Да подожди ты, может Михалыч отпуск хочет взять? Да, в конце концов мы могли бы подменить. Вроде бы сегодня народ приличный приехал. Ну, если Михалычу хочется. Нет, мне не хочется. Если честно, поговорить все же немножко придется. Я думаю, все согласятся, что подобный аппарат следует убрать куда подальше. И у меня есть одно надежное место. Я думаю, уже должно было до всех дойти, что должны сюда приехать хоть какие-нибудь ученые, хоть какие-нибудь ученые, кроме вот этого человека в жилетке, которую он у Вассермана отнял в футболке Гуччи. Он может привезти других еще ученых, каких-нибудь, хоть одного? Мне очень приятно, я очень ценю ваш подарок, но нет, то есть мы вам, конечно, доверяем, однако мы вам... Так, мы с товарищами вам доверяем, если только это надежный митник. Я тебя вижу второй раз в своей жизни, я с какого хрена вообще должна тебе доверять? Нет. Дмитрий Михайлович, эта вещь опасна, и мы должны помнить, вот именно поэтому я вот этим людям в футболках Гуччи не доверяю, да? Интересует меня только сохранность тарелки, если что, дошмот докопался вообще просто так. вряд ли это Гуччи, да? Типа, я даже вот, он даже написал на себе Гуччи, а это не Гуччи, это обман, обман, и не доверяю тебе. Могут быть самые ужасающие. Да. Вообще оружие по закону можно только в сейфе хранить. Тут, наверное, аналогичная ситуация. Сейфа у тебя нет. А вдруг вы штуковину заберете и сами чего-нибудь замутите, а? Вот Клим правильный говорит. Наверное, нужно спрятать ее подальше. Я гарантирую вам, что у меня она будет в полной безопасности. Да ты кто такой? У меня что-то гарантирует. Если не придумаю, как ее безопасно утилизировать. Коробочку схватил. Понес. Трэш. А мне что, я вообще уже здесь? Еще раз с днем рождения. Спасибо. Я уже ничего здесь не решаю. Здрасте. Густобров, блин, я тебе твои брови прорежу маленечко. Ты будешь так себя вести? Надеюсь, сегодня вы себя будете вести поблагоразумнее. Не знаю, вы же не благоразумились надеть нормального цвета пиджак. Чего я до шмота докопалась? Я вообще не понимаю, что происходит. Как бандит. Как бандит. Пришел в малиновом пиджаке. Ну как так? Он глава района, в конце концов. Кто ему имидж составляет? А? Что ты говоришь? Давайте такой купим пиджак. Красиво. Красиво. Ну так это уже же типа как... Турецкое платье. Да, это же просто уже как этот, ну, типа, элемент стиля. А тогда-то так реально только бандюки ходили. Что это такое? Пошел ты ему, скажем. Сегодня без посещений. У меня сегодня день рождения. Приема нет. Валяй, рассказывай. Что за покупатель? Какой же покупатель? Ты, в каком месте мы твои угрозы видали? Ты знаешь? Он не знает. У меня день рождения. С днем рождения. Спасибо. раз приема нет, тогда попрошу вас выйти. Ну, вернее, выехать и сообщить об этом пятикилометровой очереди, стоящей за нами. Ну, не пяти, но четыре будет. Господин Накатоми, входите. А еще японцев привезли со мной. Здрасте. Здравствуйте. Это... Здравствуйте. Господин Накатоми очень заинтересован в сотрудничестве с вами. ее годзимас. Асока? Трава такая, знаю. Ни одна другая компания не сможет обеспечить должный объем инвестиций. А вот с помощью корпорации Накатоми ваша деревня имеет все шансы стать столицей человечества. Вы предлагаете отдать тарелку в частные руки? Ну, это реально японский? Или они просто записали какой-то фирма? Чисто на бумаге. Я так понимаю, что сейчас ваша земля находится в государственной собственности. И с будущим статусом колхоза вы пока не определились. В этом нам пообещал помочь господин Сироштанов. Да-да, все верно. Так, тарелка не продается. А передача в частные руки не может быть и речи. И мы на днях будем проводить голосование. Уверен, наши правильные решения примут. Колхоз будет сохранять в коллективной собственности. Что конкретно вы хотите предложить? Мы уже всякое слышали. Он бизнесмен, один бизнесмен даже хотел на металл тарелку сдать. Я с японцами работать не буду. Работал уже надо мной один. Точно! Ему же позвоночник прострелил японец. У нас тут еще и этот... ой, это нехорошо. Блин, что же делать? Давайте какие-то спросим, да? Что они хотят? и сейчас хочу, если с нее другого толка не будет. Ты-то не полез, Крин. Мы вам кое-что покажем. Вносите макет. И уберите клам со стола, а то тут плюнуть негде. А неча здесь плевать в мой день рождения, в моем доме. полюбуйтесь, это макет города будущего, который мы предлагаем отстроить вокруг тарелки. Красота какая. А видеосалон там будет? Там будет все, чего вы только пожелаете. Возможности безграничны. Именно здесь суждено стоять новой столице планеты Земля. Это ведь очень символично. Господин Накатоми хочет действовать в полном соответствии с пожеланиями местных. Поэтому закончить этот макет мы приглашаем именно вас. Заранее мы рассчитали только расположение электростанций. Ну и вашего домика, конечно. Его непременно надо законсервировать вместе с тарелкой и превратить в музей. А в остальном принцип прост. А я где буду жить? Производственные предприятия требуют больше электроэнергии. Поэтому для них предпочтительно расположение рядом с электростанциями. Коммерческие предприятия должны быть расположены ближе к главному туристическому центру притяжения. Социальные предприятия стоит расставить вдали от центра и на умеренном расстоянии от электростанций. Попробуйте, это сродни управлению колхозом. Я должна буду сейчас это делать? Все понял. Ну давайте доделаем. Даже в день рождения отдохнуть не дают. Надо что-то расставлять будет сейчас. Да, вот Е. Ага, ааа, а я говорю, он выглядит каким-то недоделанным. Это школа. Так, во-первых, где электростанция? Завод, поликлиника, сувенирная лавка, научный центр, торговый центр. Нет, подожди, она сказала, что тут все зависит от электростанции. Вот это, наверное, электростанции. Они уже стоят. А, да? Слушайте, это как в спор, когда доходишь до этапа цивилизации, там надо тоже расставлять в городах здания, чтобы там уровень счастья был. Так, ну смотрите, школу надо... А тут как-то непонятно. Так, завод надо поближе к... Правильно мыслишь, Михалыч, правильно? Да ты там не тренди, пожалуйста. Больницу рядом со школой. В моем городе больница недалеко от школы. Но я не знаю насколько это правильно. Ну точно они рядом с заводом, да? Во, видишь, как хорошо? Очень. Теперь понимаешь, чем частный бизнес лучше твоего колхоза? Ага, Этот, сувенирную лавку поближе к музею, так или не так? Ништяк. А видеосалон где поставим? Видеосалон, не знаю, потом придумаем. Торговый центр. Ну тоже, наверное, где-то недалеко от исторического надо. Место торговли. А научный центр где-то, наверное, тоже поближе к электростанции, но подальше от вот этого. Может, вот тут, может. А я бы камер всюду натыкал. Сейчас на западе таких повсюду. У нас везде 100% счастья, 100% прибыль, 100% энергопотребление, 100%. А, или наоборот, может, энергопотребление надо было попеньше сделать. Я не знаю, ну, короче, зеленый, все, значит, хорошо. Все, вы тупые, не можете город построить, приехали. Акатоми отметил ваш талант. И правда, замечательный план. Я же говорил, это мой давний друг, акула бизнеса. Спасибо. Если бы еще все это великолепие в коллективную собственность. Не торопитесь. Я так скажу, предложение ваше скорее интересно, чем нет. Но прошу вас не торопиться, по судьбе колхозам решение еще не приняли. Местные примут правильное решение. Уж мы-то с ними поговорим. А не надо разговаривать. нужно убедить всех согласиться на приватизацию и продать землю нам. Вы имеете в виду корпорацию Накатоми? Нет, нет. Для начала выкуплю ее я. Так лучше. Меньше бумажной волоке. Пусть лучше для тебя. Покупайте, покупайте, лишь бы не в рублях. Ты хоть дом-то свой приватизировал? А как? Я ж не умею. Заберите макет, господа. Я им все придумал, а они у меня макет забирают. Прошу не ругаться. Прошу не ругаться. Накатоми хочет сказать, что если люди пока еще не готовы всерьез рассмотреть наше предложение, мы будем рады вернуться в более подходящий момент. Пожалуйста. Он настанет, я вам точно говорю. Вы далеко не разъезжайтесь. Визитку оставьте. А пока до свидания. Не будем задерживать очередь. До свидания. Не задерживайте уж, пожалуйста, нашу очередь и нас вообще в целом. Давайте там аригато. А что он хочет? Пускай расскажет. у нас уже серия закончилась. Михалыч, сейчас он что-нибудь пожелает, а нас в долю не возьмет. Его не впускай. Бумаги нам на долю подпишет, там и впустишь. Это будет не вполне уместно. Безопасность не гарантирует. Я не могу. Почему такая сложная серия на какие-то, блин... так вот, впустила бы я его или нет? Во-первых, это странный музей они придумали. Как может быть музей законсервированный в какой-то фигне, хотя весь смысл в том, что тарелка исполняет желание, а вы все предполагаете, что их, вот этих инопроизведенцев, это будет впирать очень-очень долго, этот прикол, да? Как бы, окей, вы даже бизнес решили вокруг этого построить, хотя у вас нет вообще никаких гарантий, ладно, окей, но, но, как бы, зачем его консервировать? Он там под куполом, под каким-то... Весь прикол в том, что она исполняет желание, к ней подойти нельзя будет. У меня взрывается мозг. Я думаю, что это будет не вполне уместно, хотя, с другой стороны, японцы, они вообще-таки, типа, у них там честь и все такое, вряд ли он захочет нас там прям обмануть, вот так, они же пришли честно. Если бы он хотел нас обмануть, он бы сразу пришел такой, типа, я весь из себя такой японский дедушка, хочу попросить долгих лет для внучки, а сам бы там пожелал все это себе отхапти, вообще улететь на эти тарелки, на Мальдивы, и все, да, а он же так не сделал, пришел честно, предлагает бизнес-стратегию, мы его макет сделали, сделали, пусть заходит, или нет, да я не знаю, я не знаю, да пусть зайдет, разводнят, не ха, а так мы не узнаем, если они захотят отхапать, что-то они все равно отхапают, конечно же, да, нет, ну ты достойный ли он человек для того, чтобы показать его инопреселенцам, мы его вообще не знаем, он кто, а мы других как будто знаем, ладно, пускай входит, все, идите, пожалуйста, так, смотрите, это делать все очень просто, они что думали, я не справлю, я сейчас как возьму, я сейчас как возьму фото перевод, блин, какая длинная серия получится, ну ладно, у меня есть фото переводочек, он у вас тоже есть, скорее всего, так, сейчас, Japanese, Japanese мне, пожалуйста, пожалуйста, ой, а их два, хиперный театр, ну да, их и тут два, походу, блин, ладно, пусть будет этот, Japanese to Russian, пожалуйста, please, continue, ага, давай, показывай, мир, ага, ага, попались, короче, вот это, это мир, вот это, это война, это вот, это план, и это вот урегулирование, что за, так, ну ладно, окей, мне кажется, что безопасность, я сейчас не гарантирую, больше, чем обычно, давайте помогу, нет, мне не надо помогать, мир, процветание, примирение, ага, это похоже на то, что мне говорил господин Накатоми, когда вы напомнили ему, ну, вы знаете, ну конечно, она наконец-то уловила другой язык, наконец-то, а, она будет переводить, супер, класс, а я уже, ну, видите, меня вообще поймать нелегко, я найду, вот эти, лазейки, вот эти все, война, так, давайте, мир, план, примирение, процветание, ошибка, примирение, война, война, а тут смотрите, одно и то же, хватит ли, Михаилу, таких извинений, ХВАТИТ, да, хватит ли, прям везде одно и то же, я только не знаю, что по, мир, план, примирение, давайте, хорошо, я боюсь исказиться, сейчас все к чертям собачь, ну все, до свидания, господин Накамото, с вами было приятно, пообщаться, зато у нас новый рекорд, это прекрасно, это чудесно, ой, блин, я не знаю, я не знаю, я не знаю, вы думаете, что я пришел обмануть вас, это не так, мне на самом деле хотелось бы предложить вам способ объединить человечество, обустроить здесь новую столицу Земли, выйти на другой уровень, где все мы просто станем землянами, одними из многих обитателей Вселенной, ведь теперь мы точно не одни, одиночество толкает на безумие, а так как живем мы, люди, жить могут только сумасшедшие, вы не забывайте о войне, я тоже не смею забывать о ней, право забыть не купишь за весь мой капитал, меня отправили воевать не в Маньчжурию, а на Филиппины, встретиться на поле боя мы с вами не могли, больше всего на свете мне хочется, чтобы это никогда не повторилось, и путь к миру во всем мире, быть может, лежит через приземлившуюся здесь тарелку, важно только правильно распорядиться этим чудом, когда наша армия отступала, мы срывали стоптанные ботинки с тел погибших товарищей, к тому времени, мои друзья умирали уже не от пули Шрапнелли, от голода и болезней, на моих глазах, вчерашние сослуживцы рвали друг другу глотки, за последнюю плошку риса, местные крестьяне находили и добивали обессилевших призывников тяпками, и мне трудно их в этом обвинить, это мы пришли к ним домой, и мы за это ответили, это цена, которую платят за веру в собственное превосходство, когда я сбежал из этого ада через джунгли, я видел, как уходит за горизонт наш последний корабль, единственным выходом для меня стал унизительный плен, но никакие унижения не сравнятся с позором участия в захватнической войне, мне было девятнадцать лет, Накатоми-сан, вы в порядке? То есть он загадал, смочь с нами, поговорить, ну это, это дорогого стоит, вы даже деловые переговоры в какую-то клоунаду превратили, не отсвечивайся в малиновом пижаке, я уйди, безногая заноза. Кстати, Буш с Ельциным будут здесь уже завтра, так что никуда вы не денетесь, про колхоз ваш можете уже забыть. Давай, чеши, ну и... Пожалуйста, только не надо больше разговаривать, ребята, уже хватит, Уже хватит. запираемся и празднуем, или продолжаем прием? А, блин, танцово... Такой путь человек проделал, ну вдруг виза завтра у него кончится, давайте одного человека еще впустим. Да, мы обязательно впустим хоть десять, ребята, ну завтра уже, ну в смысле в следующей серии. Они говорят духами нормальными и фарцуют. Да все, давайте уже успокоимся, у меня вообще, я, я не знаю как вы, но лично я за эту серию преисполнилась. Вот прям, прям вообще. Кстати, игра-то в общем-то не шибко длинная, я так понимаю, что апофеозом в общем-то и станет прибытие Буша с Ельциным. Ну кто еще? Да, ну не ученых же привозить сюда к этому месту, правильно? Уже значит на Буша с Ельциным все и закончится, не знаю. В общем, может быть еще там одну или две серии. Ну короче, я прям, я в шоке, культурном пребываю просто каждую серию, мне прям очень нравится, она прям, я не буду сейчас говорить, что она заставляет задуматься, понятное дело, блин, в какой-то степени о Томми Кард заставляет задуматься, о DLC заставляет еще и задуматься о том, зачем оно нужно, но это уже ладно, другой разговор. мальчик, как всегда. Как всегда, вы это свое мнение можете писать в комментариях, у меня слов, понимаете, уже не хватает, я уже вся сижу, вот просто час двенадцать, я в шоке, час двенадцать, я нахожусь в шоке, мне это все как-то надо обличить, как-то прорефлексировать, знаете, обдумать, а вы это свое мнение можете вот написать в комментариях, мне будет очень интересно почитать, как всегда, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях все ссылочки, как всегда, в описании всех уже люблю, пока-пока